Вначале краткий анонс. После обеда, где-то часа в 4-5, мы выложим интервью с Давидом Гендельманом. Это израильский военный эксперт и аналитик. Многие из вас его, я полагаю, знают, видели. Так вот, мы с ним побеседуем о войне, о войне на севере, о возможности израильского ответа, каким он может быть. Но это при условии, что этот ответ не состоится. Если он вдруг случится, тогда будем записывать какое-нибудь срочное видео. И с Давидом потом побеседуем обязательно. Итак, число жертв трагедии в Маджи-Шамсе. Прилета ракеты Хизбаллы по футбольному полю выросло до 12. На вчерашний день считалось 11 убитых, 1 пропавший без вести, 10-летний мальчик. Вот его останки были идентифицированы благодаря неким находкам. Судя по всему, ракета взорвалась от него в непосредственной близости. Прошли уже похороны жертв, там говорили всякие слова, друзы требуют мести, это все понятно и так далее. Хизбалла все еще пытается переложить ответственность на кого-то, непонятно главное на кого. И говорит, что это не мы запустили эту ракету, имеется ввиду не они. Но уже армия предъявила доказательства, то есть обломки ракеты, там идентифицированы всякие надписи, шильдики и так далее. Это ракета Фалак-1, действительно, 240 миллиметров, неуправляемый ракетный снаряд, очень мощный, 53 килограмма боеголовка. И разработана она была в свое время иранцами на основе опыта Ирано-Иракской войны. Для поражения очень таких укрепленных, хорошо защищенных целей на переднем крае. Например, бункеров, блиндажей, вот что-то в этом роде. И эта ракета производилась там различными, не различными, а конкретно иранской оружейной компанией. И потом была разработана модификация Фалак-2. У нее там был увеличен калибр, увеличена дальность полета. У Фалак-1 дальность полета примерно 10-11 километров. Чем и объясняется, собственно, вот тот факт, что люди не успели укрыться в убежище. Запущена она была из района деревни Шиба и командовал всем этим делом Али Яхья Мухаммед. То есть, израильская разведка уже установила имя командира Хизбаллы, который командовал этим обстрелом. Он уже покойник, тут даже нечего сомневаться в этом, до него обязательно рано или поздно доберутся. Но вопрос сейчас встает в том, как, собственно, Израиль на все это дело отреагирует. Вчера Нетаньягу вернулся из Соединенных Штатов, прямо из аэропорта поехал в Кирью, вот в здании генерального штаба, там были совещания всяческие и так далее. К этому времени армия уже подготовила оперативные планы возможных вариантов ответов, скажем так. И эти планы были представлены политическому руководству. Я напоминаю, что армия это не самостоятельный институт, это инструмент. Решения принимают политики, армия их реализует. И вот политикам были представлены варианты ответов, и они среди них выбрали некий, который был озвучен следующим образом. То есть удары будут нанесены по стратегическим целям, но ограниченно. Судя по всему, они не будут затрагивать ливанскую инфраструктуру, электростанции, там мосты, аэропорты, порты и так далее. Вот этого всего не будет. Будут наносить удары только по военным объектам, Хизбаллы и или ливанской армии. Я бы так это сказал. Когда это произойдет, мы не знаем. Это может произойти вот прям в ту секунду, когда я записываю это видео. Самолеты могут отрываться от взлетно-посадочных полос, загруженные бомбами и ракетами. А может быть это произойдет сегодня ночью, а может еще через несколько дней. В принципе, возможно, Генштаб выберет такую тактику откладывать эту акцию, вот это возмездие, на несколько дней подряд. То есть потрепать Хизбалле нервы хорошенечко, потому что в Хизбалле царит такая нервозность. Она эвакуирует свои штабы, перепрятали там Хасана Насралу, генсека Хизбаллы и так далее. В общем, вот так вот потрепать им нервы, поиграть на нервах, а потом нанести удар, когда они немножко расслабятся. Все время жить в напряжении невозможно. В какой-то момент они расслабятся, и вот тогда можно нанести удар. Но это решение примут в генеральном штабе. В Ливане ко всем этим вещам относятся очень серьезно. Там действительно царят такие действительно панические настроения. И те, кто не связан с шиитской общиной, те же друзы ливанские, христиане ливанские, там суниты и так далее. Все они обвиняют Хизбаллу в том, что это она, а, убила детей, б, что она вот сейчас втянет Ливан в такую войну, из которой Ливан уже может в общем и не выбраться. До 30 июля, до вечера даже 30 июля, отложены рейсы очень многих авиакомпаний, крупных, международных. Та же Люстганза, например, прекратила полеты. Многие страны, включая Соединенные Штаты, призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан. Бросить там все дела и немедленно оттуда уезжать. Подготовлены планы эвакуации, американские корабли где-то возле Кипра находятся, боевые. Но они там постоянно находятся, но сейчас они приведены в состояние повышенной готовности в случае необходимости, чтобы эвакуировать американцев и других граждан из Ливана на тот же Кипр. А дальше их там уже развезут куда надо и так далее. В общем и целом, надо сказать, что обстановка такая очень тревожная и нервозная. Иран там угрожает Израилю войной, в общем все тут по периметру угрожают войной. Израиль в свою очередь говорит о том, что Хизбалла заплатит цену за этот удар под русской деревней. Но цена эта будет гораздо выше, чем обычно. Представить себе ситуацию, что вот это вот удар возмездия не последует, я себе честно сказать не могу. То есть еще раз повторяю, есть три варианта. Это ничего не делать, все продолжать, как оно вот идет уже почти 10 месяцев. Но такое трудно себе представить. Радикально настроенная часть израильского общества, которая требует продолжения войны, которая требует возмездия, которая требует там разгрома Хамаса и Хизбалла, просто не поймет в принципе вообще такого вот хода. Второй вариант это ограничены. То есть мощный удар по разным там объектам Хизбаллы по всей территории Ливана, но только по объектам Хизбаллы, только по тем объектам, которые имеют непосредственное отношение к войне и вот к этой организации. Ну и третий вариант, он кстати может вытечь и из первого тоже. Это такая большущая война с вводом войск Южный Ливан там, с операцией, с войной со всеми по периметру, Ирак, Сирия там и так далее и тому подобное. Но пока, во всяком случае, все пытаются этой войны избежать. Все призывают к сдержанности, все призывают значит к осторожности, все боятся региональной войны. У нас тут Олимпиада идет и вот это вот все такое прочее. Хотя еще раз говорю, 12 детей были убиты, вот ни за что, ни про что буквально. Ну и как я уже говорил, Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, давний значит поклонник Израиля в кавычках разумеется, выпустил заявление, ждал довольно долго, надо сказать, хотя по идее, да, такая жуткая трагедия, погибшие дети, надо осудить там и так далее, надо срочно это все дело как-то там озвучить. Нет, он ждал почти 36 часов и спустя 36 часов выпустил вот такое заявление, значит его секретариат. Генеральный секретарь осуждает убийство 12 мирных жителей, в основном детей и подростков, в русской деревне Маджельшамс, на оккупированных Израилем Галанах вчера. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым. Гражданские лица, в особенности дети, не должны продолжать бремя ужасающего насилия, охватившего регион. Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и вновь повторяет свой призыв избегать дальнейшей эскалации. Перестрелки через голубую линию, это линия границы между Ливаном и Израилем, должны немедленно прекратиться. Все стороны должны соблюдать свои обязательства к международному праву. Стороны должны в срочном порядке подтвердить свою приверженность полному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности и немедленно прекратить боевые действия. Что мы видим из этого заявления? В нем не упомянута Хизбалла, даже не упомянут Ливан, то есть Израиль, который, не забываем, что оккупировал голландские высоты, тут же, значит, это обязательно повторяется. Единственная, кстати, информативная часть этого заявления, что Израиль оккупирует голландские высоты. Вот, это единственная информация, которая содержится в этом заявлении. Так вот, Хизбалла не упомянут, а Ливан не упомянут. Идут какие-то перестрелки через голубую линию, да, ну нихера себе перестрелки. 100 ракет за день только были запущены, вот в день трагедии в Маджельшамсе. Это у них называется перестрелки. И что нужно придерживаться резолюции 1701, на которую Хизбалла буквально с прибором положила через час после того, как ее подписали в 2006 году. И ни разу вообще никогда ее не выполняла. И избегать дальнейшей эскалации. Ну так нет проблем. Хизбалла выполняет резолюцию 1701, отводит свои отряды за реку Литани. В Южном Ливане нет оружия, нет ракет, нет ничего. И все, и все довольны. И никакой войны бы не было. С чего вдруг? Вот они каким-то образом всегда умудряются, вот эти чиновники международные, красиво избежать вообще обозначения первопричины всей этой истории. Вот с чего вдруг началась эскалация. Как он тут сказал, сейчас я напомню, бремя ужасающего насилия, охватившего регион. С чего вдруг это насилие появилось-то, да, откуда оно взяло? 7 октября Хамас напал на Израиль, устроил дикую совершенно резню. Хизбалла подключилась, начала обстреливать хуситы, устроили бесчинство в Красном море. И все называется бремя ужасающего насилия. А с чего оно вдруг началось-то? Вот как бы гражданин секретарь, так вы же объясните тогда, правильно? Но он умудряется в одном и том же заявлении, там, обвинить Израиль в оккупации голландских высот. Но не сказать ни слова о Хизбалле и о Ливане. С какими-то инопланетянами Израиль там перестреливается, прилетает ракета по оккупированным Израилем голландским высотам. Подчеркиваем этот момент обязательно, чтобы все знали, кто там оккупант и так далее. После чего, значит, нужно соблюдать резолюцию 17.01. Какой-то бред, если честно, полнейший. Ну, впрочем, от Гутерриша мы ничего другого тут и не ждали. Ну и к вопросу об ужасающем насилии. Прошло буквально там 2 или 3 часа после прилета этой ракеты. Там еще всех убитых не успели эвакуировать. Как Хизбалла опять возобновила обстрелы Израильского севера. Вот к вопросу о ужасающем насилии. И сегодня обстрелы продолжаются. И вчера они были. И, в общем, они практически не прекращаются. Кстати, по поводу оккупированных голландских высот. Окупированных, в кавычках, разумеется. Сделаем об этом отдельное видео. И вообще расскажем историю Израильского севера. Как там, чего развивалось. Да, и как вообще голландские высоты стали частью Израиля. Как там оказались друзы на территории Израиля. Откуда это все взялось. Где они там жили. Чего, кого. В общем, короче говоря, вот эту историю все обязательно расскажем вам. О том, чтобы вы имели представление. Вообще, как там вот этот весь клубок и узел противоречий образовался. Вновь отличился наш большой друг Реджеп Тейп Эрдоган. Он же президент Турции. Который нам на собрании своей партии заявил буквально следующее. Мы вошли в Карабах. Мы вошли в Ливию. И можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, по которым нам не следует этого делать. Мы просто должны быть сильными. Вот то ли он там таблетки перепутал с утра. То ли я не знаю, что там с ним произошло. Вот. Причем даже в его партии отказались комментировать это заявление. И видно было, что так слегка подохренели от того, когда он это сказал. Да. Что такое вообще? Типа того, что господин президент, вы вообще на карту смотрели, где Израиль, где мы, какой поход. Кроме этого, он, надо сказать, так плюнул в сторону своих азербайджанских союзников и братьев. Вообще-то, насколько я помню, в Карабах-то вошла азербайджанская армия. А уж никак не турецкая. Либо вот получилась такая явка с повинной. Да, вроде как. Признался в том, что турки участвовали в войне в Карабахе. Так получается. По этому поводу в Иране даже разразилась такая буря. И иранцы стали ржать над Эрдоганом и говорить что-то вот, значит, получается, что турки вошли в Карабах с израильским оружием. Потому что азербайджанская армия там закупала много израильского оружия, активно его применяла в ходе вот этой Карабахской войны. В Ливии там тоже отдельная история. Туда кто только не входил в ту Ливию. Турки там посылали какие-то контингенты, действительно, в поддержку одной из фракций вот в этой стране, которая там разодрана в дребезги гражданской войной и так далее. Короче говоря, что-то у Эрдогана совсем там крышу завалило абсолютно. Несет не весь что. И это, надо сказать, не в первый раз. Он уже однажды собирался, значит, послать корабли своих военно-морских сил в газу, прорывать блокаду, было такое. Потом он, значит, собирался освободить мечеть Алякса, когда были там очередные беспорядки. Он сказал, что он пошлет это. Я представляю, как в турецком генштабе там держатся за головы каждый раз, когда слышат, боже ты мой, что это вообще такое, как это так? Ну вот, но он какой-то абсолютно больной уже человек, по-моему, на голову. У меня такое вот складывается впечатление, потому что, ну, как бы нормально. Понятно, что все это для внутреннего употребления, что все это для своего избирателя. Это турецкая деревня, там, исламизированная чрезвычайно, да, радикализированная, там, и экзальтированная, и все такое прочее. Мне приходилось во время моего последнего визита в Стамбул, один раз я там был, не один раз, в последний раз, когда я там бывал, там, беседовать с местными ребятами, с турками. Такими нормальными, светскими, как бы интеллигентными, высшее образование, все дела. Вот мы с ним там общались на английском, и они говорили, что этот придурок нас тут до цугундера-то точно доведет. Потому что мы вообще не хотим ни с кем ссориться, мы хотим со всеми дружить, торговать, чтобы вы к нам приезжали. А уже тогда, а это был 14-й год, кстати, уже тогда вот такая трещина наметилась, очень серьезная между Израилем и Турцией. Ну вот, короче говоря, у турецкого султана вот такой очередной приступ, какое-то обострение, вроде как до осени еще далеко, до весны тоже. Что вот с ним случилось, непонятно совершенно, но я более чем уверен в том. Вот я прям это говорю уже несколько раз и повторю еще раз. Что как только война закончится, и все более-менее утрясется, он первый прибежит мириться. Как вот на голубом глазу, как ни в чем не бывало, восстанавливать отношения. Вот я в этом, вот помяните мое слово, так оно все и будет.